Господь с вами. И со духом твоим. Чтение святого Евангелия от Марка. Слава тебе, Господи. В то время взял Иисус Петра и Акова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одни и преобразился пред ними. Одежды его сделали блестающими, весьма белыми, как снег, как на земле белейщик не может выбелить. И явился Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, раби, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильей. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел глаз благолющий, сей сын мой возлюбленный, его слушайте. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели. Да коли сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснет из мертвых. Слово Господне! Слава тебе, Христе! Ивангельскими лечениями изгладится наше предрешение. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня мы читаем Евангелие от Марка, весть о преображении Господнем. Мы с детства на уроках истории изучали крылатое латинское выражение Вене Ви Ди Вичи. И это слова, которые, как сообщает Плутарх, Гай Юлий Цезарь в августе 47-го года до н.э. Написал своему другу Гаю Мацию в Риме о победе, которая была очень быстро одержана им при зеле над Фарнаком, сыном Метридата Понтийского. По сообщению историка Свитония, эту фразу несли перед Цезарем во время его Понтийского третьего из пяти триумфа в Риме. Пришел, увидел, победил. Этим Гай Юлий Цезарь отмечал не сами события войны, как обычно, а быстроту их завершения. Вообще, такое лаконичное описание любого события при помощи глаголов свойственно западному римскому типу мышления. И если из всех четырех евангелистов мы спросим, кто же из них пишет наиболее в такой римской манере, конечно, ответ будет однозначный. Это Марк. В его Евангелии больше всего глаголов и меньше всего описаний. Оно самое короткое по объему. И интересно, что обычно, описывая евангельские события, так называемые перекопы, то есть отдельные повествования из Евангелия, то Марк, как правило, вначале описывает главное действие при помощи некоторых глаголов, а только потом уже сообщает расшифровку и детали. То есть, условно говоря, он строит свое повествование так, чтобы торопящийся читатель мог прочитать только первые предложения каждой перекопы и, в принципе, понять, о чем идет речь. И если остальные синоптики имеют несколько другой стилистический подход, то, в принципе, вся история преображения из Евангелия от Марка может быть описана вторым стихом девятой главы. Поэтому сегодня хотелось бы рассмотреть это событие кратко, потому что в нем содержится действительно полный такой вот духовный смысл. Нам легко потерять этот духовный смысл за деталями. А смысл очень простой. В то время взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, возвел их на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Три глагола здесь употребляет как раз евангелист Марк, но это не пришел, увидел, победил, а взял, возвел и преобразился. И в этих трех глаголах описана, собственно говоря, вся история нашего спасения, потому что перед тем, как рассказывать о преображении, Господь, вернее, ну, собственно, преображаться перед событиями преображения, Господь говорит загадочную фразу. Истинно говорю вам, некоторые из стоящих здесь не умрут, как уже увидят Царство Небесное, пришедшее в силе. И, конечно, они могли недоумевать, надо же, как быстро. Ну и действительно, очень быстро Господь показал им Царство Небесное. Как же преображает нас Бог? Вот эти три глагола. Во-первых, мы видим, как Бог забирает нас себе. Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, ну, как такую вот квинтэссенцию всего человечества, как представителей человечества, он их, во-первых, взял. И иногда мы, как бы, вот в русском языке у нас глагол взял, он часто не несет никакого смысла, мы говорим, а он взял и побежал. Ну, а он не брал, на самом деле, ничего в этот момент. Ну, то есть он, ну, как бы мы этот глагол употребляем просто для усиления модальности, ну, как бы вот следующего глагола. То есть, как бы подчеркиваем внезапность. Но здесь мы видим, что Христос отбирает людей, даже подчеркивает Марк, что он их особо, как бы, отделил. И Марк использует здесь очень интересный глагол параламбана, который не используется вот в нашем значении, ну, вот взял и побежал, да, то есть, как бы, ну, просто решил что-то и вот, ну, как бы внезапно что-то сделал. Нет. Глагол параламбана действительно означает взял в собственность, принял, получил, забрал. Ну, наверное, еще лучше перевести, это будет на русский язык, глаголом отобрал. Да, то есть вот отобрал в смысле, как вот ты выбираешь там лучшие фрукты или овощи, и вот отборный, да, то есть от слова вот отборный. Он взял нас, забрал откуда-то, где было нам плохо. Ну, вот я сразу вспоминаю свое детство. Меня мама посылала за картошкой, если соседи слышали, что в овощном картошку завезли. И тогда, конечно, картошка лежала в таком огромном, ну, как бы, ящике, наверное, так это, можно контейнер даже это назвать. И вокруг стояли люди, покупатели, у каждого была авоська с собой, и они занимались тем, что смотрели, ну, вот это совсем сгнила, или все-таки можно ее еще, ну, как-то использовать. И вот мы отбирали, да, то есть вот лучшее, то есть надо сказать, что мы спасали картошку от окончательного гниения вот в этом контейнере. Господь Иисус Христос выбирает нас из ада, из погибели, из гниения наших греховных вот этих вот болот. Мы были в плену у суеты, были рабами дьявола и были куплены дорогой ценой. Падший человек, по учению церкви, по учению Господа, сам себя искупить не может. Триденский собор учит, что падшие люди были до такой степени рабами греха, порабощенными дьяволу и смерти, что не только язычники силами природы, но и сами иудеи буквой закона Моисеева не могли освободиться и восстать из этого состояния. И только свободным действием божественной любви мог быть восстановлен нарушенный грехом сверхъестественный порядок. Тем самым церковь постулирует абсолютную нужду в искуплении со стороны людей. В противоположность церковному учению стоит пелагеанство, которое приписывает свободной воле человека силу искупления своими силами, самоискупления. Современный рационализм со своими различными теориями самоспасения или самоискупления. Апостол Павел в послании к Римлянам учил, что все люди, евреи, язычники находятся под проклятием греха. Они могут быть оправданы совершенно свободным даром Божьей любви на основании искупительного деяния Христа. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе, читаем мы в послании к Римлянам. Августин Блаженный, это наше состояние, описывает словами «могли продать себя, но не могли снова выкупить себя». Поэтому внутренние основания для абсолютной нуждаемости падших людей в искуплении состоит в нашей бесконечной вине и в сверхъестественности состоянии благодати. Грех – это оскорбление Бога, как поступок твари, творения, хотя и является конечным, но как оскорбление бесконечного Бога он является бесконечным. И поэтому требует удовлетворения бесконечной цены. А такое удовлетворение сам человек совершить не может. Бесконечное оскорбление Бога, состоящее в тяжком грехе, может быть возмещено только бесконечным актом примирения. А таковой акт может совершить только божественное лицо. Поэтому, когда в День Преображения мы читаем, что Господь взял Петра, Якова и Иоанна, тем самым евангелист показывает, что человечество только Бог может взять, вырвать из плена греха, из погибели. И только божественное лицо, и вот Христос преображается и показывает свою божественную природу, может совершить такой акт. Второе, что мы видим здесь, второй глагол, который употребляет Марк. Марк. Бог возводит нас на свою высоту. Мы читаем, взял Иисус Петра, Якова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних. И Марк здесь употребляет греческий глагол анаферо, анафора, то есть глагол феро, несу, и приставка она, означающая движение вверх. Интересно, что этим же глаголом описывается, как правило, вознесение жертвы. И поэтому, когда мы совершаем Евхаристию, священник всегда возносит святые дары высоко и чашу с кровью возносит, потому что жертва возносится. Поэтому и Христос должен был быть распят, подобно как Моисей вот еще вознес змею в пустыне. То есть это было еще со времен Моисея предсказано, что это будет вознесение от земли. Когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. То есть крестная жертва – это вознесение. И когда Иисус берет Петра, Якова и Иоанна и возводит их на гору, тем самым он пророчествует о жертве, о своем вознесении. И о нас, о нашем спасении. Потому что мы должны стать добровольной жертвой, сораспинаясь с ним. Нельзя без креста вознестись туда, где находится Христос. Сегодня немало людей, называющих себя христианами, тем не менее, не хотят возноситься на крест. Они с крестом рядом предпочитают попрыгать. И даже богослужения некоторые проводят с обильными прыжками и танцами. Но это производит часто только лишь комичное впечатление. Человек вместо того, чтобы вознестись на крест и сораспятся Христу, просто рядом с крестом попрыгал. Некоторые топчутся просто все время рядом с крестом. Крест для них символ. Кто-то фотографируется на фоне креста. Ну, я, конечно, образно говорю. Но они не могут быть вознесены вместе со Христом. Жертва Христа для них недоступна. Потому что только крест является стартовой площадкой в небеса. Только с креста Христос говорит, «Отче, в руки твои предаю дух мой». Но немногие сораспинаются Христу в борьбе с грехами и участием в таинстве Евхаристии. То есть, они переносят то же, что переносит Христос. И вот эту идею, я ее даже вот написал у себя в блоге, мне было интересно, как люди отреагируют. Потому что, ну, пришла аналогия просто из мира музыки. Некоторые люди называют себя христианами вот на основании только том, что им близка интеллектуальная вера в Бога и христианское мировоззрение. Они могут заявлять о своем христианстве и так далее. При этом, если спросить их, когда они в последний раз были на исповеди и причащались, ну, самое простое, что можно спросить. Я уж не говорю о баскетике, о борьбе с грехами и так далее. Но в ответ можно нередко услышать гневную отповедь с элементами истерики, принимающими легкие формы мордобоя. А это на самом деле вот все равно, что человек, который прочитал учебник элементарной теории музыки, и всем так говорит. Знаете, я прочел. В целом согласен. Да, действительно так. Квартоквинтовый круг работает. Я проверял. Да, хорошо темперированный строй. Это гениальное изобретение. Лучше ничего не изобрели. Кроме того, он прослушал пару концертов классической музыки. И поэтому он говорит, ну, знаете, я же совсем согласен здесь. Да, это все правильно, хорошо и гармонично. Поэтому я тоже в некотором роде пианист. Но вот в этот момент мы должны сказать, погодите, как это делает тебя пианистом? Все мы знаем, что пианист – это тот, кто играет на рояле. Он может очень плохо играть на рояле. Он может быть плохим пианистом. Он может хуже или лучше других играть. Это иной вопрос. Но он играет. Пианист – это тот, кто занимается. Кто играет гаммы, преодолевает трудности. А гаммы играть скучно. Он играет маломузыкальные этюды. То есть он не играет только свои там любимые произведения. А кто просто любит музыку, не пианист, как бы он не убеждал себя и окруждающих в обратном. И если человек утверждает, что он пианист на том основании, что у него дома есть пианино или даже рояль, это было бы глупо. Христианин – это тот, кто как минимум исповедуется, причащается, словом, регулярно участвует в таинствах и жизни церкви. Невозможно сораспяться Христу, общаться с главой церкви, Христом, Господом, игнорируя тело Господне, церковь. Это как в русских сказках будешь разговаривать с головой, богатыря убитого. Так не бывает. Думать иначе – значит заблуждаться и заниматься самообманом. Особо их одних возвел Иисус. Христианство – это вообще-то особость, отделение, святость. И этому учит нас преображение и евангелист Марк при помощи второго глагола – возвел. Ну и третий глагол, который употребляет Марк, преобразился. Бог делится своим естеством. Метаморфеты – греческий глагол. Ну, конечно, слово метаморфоза всем нам знакомо, и греческое слово морфы, то есть это, собственно, на русский язык переводится как форма. И интересно, что глагол, который употребляет Марк – страдательного залога. Христос не преобразился, а был преображен. То есть человеческая природа его была преображена силой Божьей благодати. И здесь, как бы, пример для нас, потому что и нашу человеческую природу Бог преобразит своей силой. Метаморфе – по-гречески перемена формы. И вот здесь вступает в противоречие философские концепции, изложенные в Новом Завете, и марксистско-ленинские философские концепции, заложенные, например, в меня со школьной скамьи. Потому что нас в школе всегда учили, что форма – это что-то вторичное по отношению к содержанию. Главное не форма, а содержание, говорили нам. Поэтому, например, когда я, помню, в учебнике догматики впервые прочитал догмат о том, что душа человеческая есть форма тела, я подумал, что это опечатка. Как же это так? Ведь это скорее тело придает форму душе. Нет, душа есть форма тела. Это очень интересный момент. Почему это так? Потому что христианское богословие оперирует скорее аристотелевским и платоновским понятием формы. И об этом мы чуть позже поговорим, потому что ведь преображение – это как бы прообраз нашего грядущего воскресения. Некоторые люди спрашивают, как же вот так? Мы же все такие очень разные. Как же мы воскреснем? Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, многие действительно задают вопрос, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Церковный догмат гласит, мертвые воскреснут в том же нумерическом теле, каким они обладали на земле. Значит, мы видим это, да, то есть 4-й Латаранский собор, например, еще в 13 веке провозглашает, «Все воскреснут в той плоти, которую теперь имеют». То есть это будет некая идентичность нашего тела. Святое Писание выражает понятие идентичности как заключенную в самом слове «воскресение» или «пробуждение». Такова имеет место лишь тогда, когда одно и то же тело, которое умирает и распадается, оживает снова. Апостол Павел поэтому и говорит, «Тленному сему надлежит облечься в нетленное». Не какому-то другому, а именно сему. Смертному сему облечься в бессмертии. При этом идентичность воскресших тел нельзя понимать так, что все материальные частицы, которые когда-либо в определенный момент времени принадлежали земному телу, будут наличствовать в воскресшем теле. Мы недавно ехали в машине, мы рассуждали о воскресении, и я сказал, что я, конечно, воскресну не весь. То есть я воскресну примерно без 100 килограммов лишних. То есть килограмм 100 меня не воскреснет, это правда. То есть это потому, что тела-то будут совершенными. И вот здесь мы подходим к этой важной мысли. Поэтому факт, что одни и те же материальные частицы могут поочередно принадлежать разным телам. Например, ты умер, а тебя съел крокодил. Ну, какой-нибудь там, да? Как ты из крокодила воскреснешь? Потому что некоторые молекулы твоего тела стали теперь молекулами тела крокодила. Ну, часто люди спрашивают, как это будет? А другие задают вопрос, ведь умирает младенец, например, он же совсем малюсенький. Он что же, в Царстве Божьем будет таким карликом? Так и будет ходить? Или умирает столетний старец? И так далее. В каком теле он воскреснут? Ориген даже дошел до некой ереси и стал утверждать, что поскольку все тела должны стремиться к совершенству, а самые совершенные фигуры – это шар, следовательно, все воскресшие тела будут шарообразными. Эту идею преображение Господне, прямо скажем, опровергает. Господь не явился в шарообразном теле. Так вот, что значит, что душа является формой тела? Я говорил, что я когда впервые это прочитал, подумал, что это опечатка. На самом деле, вот в древней философии понятие формы имело значение действующей силы или того, что действительно существует. Форма была противоположна не содержанию, как в марксистско-ленинском нашем понимании, форма противоположна явлению. Платон, и в особенности Аристотель, об этом много писали. Форма делает материю предметом. Вот материя становится предметом, когда у нее появляется форма. То есть форма есть некое внутреннее начало, которое приводит предмет к его совершенству. Поэтому Аристотель Бога называет чистой формой или чистой деятельностью. Поэтому идентичность воскресшего тела определяется не тем, каким оно было в момент смерти, а идентичностью самой души. Духовная душа, как форма человеческого тела, обращает какую угодно материю для сотворения совершенного тела. То есть совершенная душа сформирует совершенное тело, взрослое, достигшее пика физической формы. Ну, то есть обычно пик физической формы, ну, многие физиологи спорят на этот счет, но примерно 22-23 года. Это пик физической формы. То есть человек взрослеет, развивается до 22 лет, после 22 лет он стареет. Ну, то есть уже тело его деградирует. То есть пик формы, ну, вот примерно такой. Поэтому, согласно всеобщему учению церкви, тела воскреснут в полной целостности, без уродств, увечий и изъянов. Человек, вот Фома Аквинский пишет в «Сумметеологии», человек воскреснет в наивысшем естественном совершенстве. То есть очевидно в состоянии зрелого возраста. И тела праведников будут, по примеру воскресшего тела Христа, преображены и прославлены. Апостол Павел учит, что Иисус Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет в себе все. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Но все это возможно, разумеется, только в церкви Христа. Благодаря его жертве, которая и сейчас будет принесена во Святой Евхаристии, прорывая время и пространство, Божия благодать приведет нас на Голгофу, и жертва Христа будет принесена здесь и сейчас, потому что Голгофа будет здесь, и мы будем там, на ней. Но также здесь будет и фавор. Когда мы будем причащаться телу и крови Христовы, воскресший Христос, благодать и силу воскресения пронизывать будут нашу душу и готовить ее к грядущему славному воскресению. В этом суть праздника преображения, залог нашего грядущего преображения. Помните об этом и дорожите этой привилегией, не пренебрегайте ею. Преображайтесь его благодатью. Аминь. Продолжение следует...